В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Обновление медицинского автопарка. В Дагестан поступила очередная партия новых карет скорой помощи. Киви, гранат, фундук, миндаль и другие культуры. В Сулеймонстальском районе создадут Центр развития садоводства. Школа молодого теолога. Второй международный форум под таким названием проходит в эти дни в Дагестане. Восемь золотых наград из 12 возможно. Об очередном триумфе дагестанских борцов-классиков расскажем в спортивном блоке. В Дагестан поступила очередная партия новых карет скорой помощи. 21 реанимобиль направлен в регион Минпромторгом России. Денежные средства были выделены из резервного фонда федерального правительства. Машины оснащены необходимой аппаратурой, включая кардиографы и дополнительные специальные носилки для транспортировки пациентов с переломами. Транспорт сразу же разъедется по 16 муниципалитетам, а два из них останутся в парке в столичной скорой. Министр здравоохранения Республики Татьяна Беляева лично передала ключи от машин руководителям районных и городских больниц. Мы один из регионов, которые получили такое количество машин, 21 машина. Так что всем главным врачам машины в добрый путь использовать по прямому предназначению. В Махачкале приступили к ремонту подземного перехода к городскому пляжу. Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства городских территорий. Здесь будут обновлены стены и напольное покрытие, лестничные пролеты. Увеличена высота самого перехода. Все работы планируется завершить до конца этого года. Также нами будет установлено дополнительное декоративное освещение с подсветкой деревьев на территории Родопского бульвара. На участке от Кумыкского театра до улицы Ливаневского. Минстрой России назвал экономически обоснованную стоимость квадратного метра жилья в Дагестане. По данным ведомства, в Дагестане стоимость квадратного метра на сегодняшний день составляет около 53 тысяч рублей. В Чечне этот показатель составляет почти 58 тысяч, что является самой высокой ценой в Северокавказском федеральном округе. Среди всех регионов России абсолютный лидер – Москва. Следом – Санкт-Петербург и на третьем месте – Краснодарский край. Киви, гранат, фундук, миндаль и другие культуры теперь в Дагестане будут в изобилии. В Сулейманстальском районе планируют создать центры развития, садоводства и аграрных технологий. Об этом стало известно в ходе встречи представителей региональной власти, сельхозпредприятия «Полоса» и ведущих аграрных учебных заведений России. Кроме того, что сельхозтерритории теперь будут использоваться только по назначению, это еще и дополнительные рабочие места. Каждый год в Сулейманстальском районе благодаря инициативным земледельцам возвращается в оборот сотни гектаров. Ранее эти участки не обрабатывались десятки лет. Теперь же на территории муниципалитета огромное разнообразие садовых культур. Конечно, природа Всевышняя, Аллах нам дал самую лучшую землю на свете. У нас достаточно воды, у нас прекрасная земля, у нас постоянное очень щедрое солнце, у нас прекрасные люди. Вот все это вместе взять и создает потенциал для развития. Здесь растет не только привычные нам яблоки, груши, черешня, сливы и курма. Огромные территории выделены и под киви, гранат, миндаль и каштан. На один только фундуковый сад, кстати, самый крупный в Европе, приходится более двух тысяч гектаров. И его планируют увеличить еще вдвое. Ну посмотрите, ведь не просто посадки, заброшенные земли, горы, заросшие кустарниками, колоссальная работа проведена по их возврату в оборот. И сегодня эти земли, эти территории будут, особенно в таких узких местах, где Россия зависела от завоза из-за рубежа. А мы видим в эти дни, что сегодня иметь свою продукцию, свой продукт, свое продовольствие крайне актуально, крайне важно. Особый вклад в расширение садовых территорий в районе, как отмечают эксперты, унесла крупная сельскохозяйственная организация «Полоса». Множество проектов и большой опыт. Потому компания решила открыть здесь Центр развития садоводства и аграрных технологий. Им есть чем делиться с молодыми ребятами. Нужны, естественно, специалисты. Без специалистов нам это не получится делать. И переработать, и сажать, пахать, сеять. Это один из благородных профессий, можно сказать. Вы создаете. Проект будет реализован совместно с ведущими аграрными вузами страны и с привлечением российских и иностранных специалистов. Дагестанский агропромышленный комплекс считают в правительстве региона сейчас на стадии активного развития. По теме от Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Сулеймонстальский район. В эти дни в Дагестане проходит второй международный форум «Школа молодого теолога». В мероприятии принимают участие около 90 студентов российских вузов, изучающих православную и мусульманскую теологию, а также около 20 экспертов из России, Сирии, Йемена, Палестины и Ливана. В рамках форума участники отправятся в экспедицию к древнему мусульманскому кладбищу Кырхляр и Кармянской церкви XIX века в Дербенте. В этих исторических местах молодые специалисты проведут исследовательскую работу. Форум пройдет в течение семи дней. В первый день для студентов с лекцией выступили зарубежные эксперты. Всем нашим представителям нашего университета, которые приехали, очень понравилось выступление. Мне нравится атмосфера, особенно вот в этом месте. Пока мы ехали до сюда, тоже было очень интересно посмотреть на окружение. Все так необычно и отличается от того, к чему я вообще привыкла. Начиная от построек, заканчивая, скажем так, воздухом даже. Здесь как-то более, правильно ли будет сказать, чище, но и приятнее. Вот атмосфера такая, спокойствие. Я очень рад, что диалог получается открытым и прямым. Можно задавать любые вопросы. И я вижу, что у нас есть очень много точек соприкосновения. Есть общая база, на которой мы можем работать и выстраивать какие-то дальнейшие проекты, мероприятия. Я увидел в Дагестане прекрасно образованных людей, открытых, добрых, гостеприимных. Был просто поражен культурой Дагестана и вообще отношением здесь к нам, ко всем. Как мы видим, начало у нас было очень таким благотворным, очень патриотичным. Мы начало посвятили Дню народного единства, далее перешли к тренингам. Ребята проявляют большую заинтересованность, высокую активность. Все у нас очень интересно, все здорово. Организатором форума выступает Дагестанский гуманитарный институт при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, а также Муфтият Республики. Спортивный клуб Universal Fighters расширяет свои границы. Очередной филиал открыли в Казбековском районе. Для жителей села Калининаула это событие стало настоящим праздником. В гости к ним приехали титулованные бойцы ММА, чемпионы мира и Европы по вольной борьбе, грэпплингу и джиу-джитсу. Для молодежи устроили мастер-класс, где именитые спортсмены поделились некоторыми секретами своего мастерства. Филиал клуба Universal Fighters в Калининауле будет базироваться в новой спортшколе имени Ахмеда Гаджимагамедова. Этот зал активисты села строили своими силами. Учитывая, какой зал здесь открыли для молодежи, я думаю, здесь у молодежи нет шанса не показать результат. Я думаю, в ближайшем будущем уже появятся чемпионы. И мы, иншаллах, весной здесь организуем турнир именно по грэпплингу тоже. Этому клубу, конечно, желаю только успеха. Мы одна семья и каждой победе с этого филиала мы будем радоваться как за свою победу. Теперь помимо вольной борьбы местные спортсмены смогут познавать азы грэпплинга. На церемонии открытия к собравшимся обратились представители администрации села, духовенства и общественных организаций. Если спросить, кто сильный человек, наверное, у каждого из нас будет свой ответ. Кто-то скажет, сильный это тот, кто хорошо борется и может другого забороть. Кто-то скажет, сильный это тот, у кого есть раскидать много людей, и он может иметь какое-то влияние. У каждого из нас могут быть свои мнения. Но интересное мнение самого лучшего из людей, пророка Мухаммада, который сказал, кто самый сильный человек. Посланник Аллаха говорит, что не является сильным человек, более ловкий из вас. И нам очень любят для них, и мы там все равно поблагодарим. Сильный человек это тот, который в момент милейного может овладеть собой, может контролировать себя, может преодолеть этот мир, проявить терпение. Академия единоборств Universal Fighters основана в 2018 году. По России клуб имеет уже около 100 филиалов. 30 из них в разных городах и селах Дагестана. По всей стране команду представляют порядка 10 тысяч спортсменов. Триумфом дагестанских борцов-классиков в Каспийске завершился всероссийский турнир памяти мастера спорта СССР Арипа Абакарова. На ковер во дворце спорта имени Али Алиева вышли около 150 юношей из разных уголков страны. В течение двух дней спортсмены определяли обладателей 13 комплектов наград. Лучше других себя проявили хозяева ковра. Дагестанские классики завоевали 8 наград высшие пробы. По два золота на счету у борцов из Ингушетии и Кабардино-Балкарии. И один раз на первую ступень пьедестала поднимался чеченский спортсмен. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова